Были доказаны 202 случая, не разыскиваются потерпевшие и маленькие дети до 6 лет. Полнейший беспредел. Не найдены, не расследованы. Под контролем прокурора. Он просто убежал. Давайте отсюда убирайтесь. Прессинг его и его приближенных людей. Творит, можно сказать, беспредел. Организованная преступная группировка. Приезжие потенциальные бандиты. Нас удерживали, пока дом снесут. Куда как ни обращалась, никто ничего не помогает. Полное бездействие, нарушение прав и свобод человека. Приезжала комиссия. Они вышли через подвал, через задний курт. Ничего практически с места не сдвинулось. Комиссия боится людей, как крысы прачатся. Выездную федеральную проверку в город Сургут. Особое внимание, потому что сил больше нет. Мы требуем навести парадок. Здравствуйте. А вы почему в суд не являетесь безуважительной причиной? По качеству питьевой воды на сегодняшний день решено следующим образом. Питьевая вода соответствующего качества... Заняты были или болели? Мы, жители города Сургута, обращаемся к Краснову Игорю Викторовичу, чтобы он обратил на нас внимание. Проблемы в нашем городе очень серьезные. И это заставило нас на сегодняшний момент обратиться лично к вам, чтобы вы приняли все необходимые меры по устранению данного беспредела, который происходит в городе Сургуте, в прокуратуре города Сургуте, начальником которой является Балин Леонид Алексеевич. Уважаемый Игорь Викторович, я операционная медицинская сестра Сургутской клинической травматологической больницы. Обращаюсь к вам, цепляясь уже, наверное, за последнюю какой-то шанс, чтобы вы обратили на нас внимание, а именно на прокуратуру города Сургута, на следственный комитет города Сургута. Руководитель прокуратуры города Сургута является Балин Леонид Алексеевич. Я миллион раз утрирую, но очень много раз выходила с заявлениями о том, что в бюджетном учреждении Сургутская клиническая травматологическая больница людей лечат просроченными медицинскими материалами, изделиями медицинского назначения, с истекшим сроком годности, вплоть до 20 лет просрочки. Обратилась я в первую инстанцию, это была прокуратура. Прокуратура сделала все, чтобы дать преступникам скрыть свои следы преступления. Первые проверки прокуратуры фиктивные начались спустя 20 дней моих заявлений. Все проверки проходили вне операционного блока, и мне поступали отписки, что мои слова, доводы не нашли подтверждения. Написано мной на данный момент более 330 заявлений жалоб и ходатайств. Я до сих пор получаю все отписки, которые даже не соответствуют моему тексту, который я излагаю в заявлениях. Была несколько раз на личном приеме у прокурора города, у руководителя Следственного комитета Ермолаева, а также у Мокшина. Ничего практически с места не сдвинулось. Сдвинулось с места то, что моей настойчивостью на данный момент завелись два уголовных дела. Это 293-я статья, 236-я статья и 3, извиняюсь, и 110-я. Так как кроме использования просроченного медицинского материала в нашем учреждении случилось два суицида, наши сотрудницы, сестры анестезиологической бригады покончили жизнь самоубийством в результате невероятного прессинга со стороны руководства больницы. Балин Леонид Алексеевич, по моим предположениям, является самым основным звеном, который участвует в поощрении данных действий нашего руководства Сургутской больницы. Не принимает никаких действий для устранения этих причин. Все сейчас данные цели Балина, Ермолаева, Мокшина направлены на то, чтобы предполагаемые виновники незаконных действий не понесли уголовную ответственность. Потерпевшими были и маленькие дети до 6 лет. Там еще должна быть возбуждено уголовное дело по 238-й статье. Но самое главное, что происходит, то что не разыскиваются потерпевшие личности, не проводятся экспертизы, не исследуются истории болезни, не исследуются электронные истории болезни, ничего практически не делается. На меня периодически, как на заявителя, я подвергаюсь репрессиям, я не побоюсь этого слова. И периодически меня пытаются подвести под статью номер 306 у колонны Кодекса Российской Федерации. Так как благодаря прокурору города Балина и его ниже стоящих сотрудников были утилизированы все следы преступления бюджетом учреждений Сургутская клиническая травматологическая больница. Просрочка вывозилась КАМАЗами, огромными партиями. Негде было пройти. Этим было гнильем забита вся больница. Свои заявления о жалобы ходатайства я подавала не только в прокуратуру, но и обратилась в ОМВД по городу Сургута, где следователями ОМВД были доказаны 202 случая использованного просроченного шовного материала у пациентов, которые по настоящее время не найдены, не расследованы, не приняты никакие меры для того, чтобы найти потерпевших. А среди них могли быть? А среди них, естественно, могли быть дети до 6 лет. Наша больница обслуживает все категории людей, в том числе возрастные, начиная с нуля и до неопределенного возраста. То есть риск нанести детям вред здоровью был колоссальный. Но они считают, что ничего страшного не происходит. Данная тема, которую я подняла, является общественной. Также наносится ущерб жизни, здоровью и интересам жителей города Сургута и всему Хмау, в том числе детям маленьким. Как я уже говорила, на основании всего изложенного я еще раз попрошу принять меня на личном приеме, где я могу вам изложить более емко всю информацию, предоставить заявленные факты в полном объеме. Неоднократно я была на личном приеме у Валина. Было такое даже, что он просто убежал с личного приема по моей просьбе предоставить документы, обосновывающие его личность. Олеся, давай начнем с обратного. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Вы к кому пришли на другую? Мама. Я предполагаю, что вы прокурор города Сургут. Вы прокурор города Сургут? Евгения Викторовна, вы на связи? Я отказываюсь проводить личный прием сейчас у вас. А вы кто? Поскольку вот этот вот человек, не знаю, что он делает, провоцирует, наверное. Почему провоцирует? Мы пытаемся выяснить, вы прокурор города Сургут? То есть вы меня не примите сегодня? Вы отказываетесь отвечать. Евгения Викторовна, мы не примем прокурор. Бегство прокурора называется. А все, Динамо бежит, все бегут. Он посчитал, что этого делать не обязательно. Это не является обязательным условием. И просто покинул свой кабинет и сказал, что я воспринимать не буду сегодня. Также на личных приемах он просто смеется мне в лицо. Он заявляет о том, что в Сургутской клинической травматологической больнице нет никаких нарушений. А если даже и была просрочка, то ничего страшного. Сейчас же этого нет. А то, что пользовались 10 лет подряд просрочкой, это ничего страшного. Почему-то наши жизни, наше здоровье недооцениваются в полном объеме. Но нам его давал Небалин. И я хочу, чтобы вы учли все сказанные слова. Потому что каждому сказанному слову есть подтверждение. Документальное. Я Мизина Любовь Анатольевна. Работаю в ПАУС, Ургут, Нефтегаз, РИИЦ, Нефть, Приобе. Директор Владимир Викторович Кнауп прессует уже на протяжении 11 лет меня. Последний год создает такие условия, чтобы я уволилась. Так как вообще я являюсь предпенсионником, и меня уволить он законно не может. Поэтому создает такие условия. Он лишает меня средств к существованию. Выносит дисциплинарные взыскания. Не дает копий приказов, на которые ссылается при лишении премии. Клевета. Куда только не обращалась, никто ничего не помогает. Я обращалась во все инстанции. В том числе ходила на личный прием к прокурору Балину Леониду Алексеевичу. Следственный комитет писала. В общем, во все инстанции писала. И везде отписка, что все хорошо и все замечательно. Директор КНАУ Владимир Викторович. Мне в глаза, при свидетелях. Но эти свидетели, конечно же, не пойдут в мою защиту. Сказал, обращайся куда хочешь. Хоть в суды, хоть на телевидение, хоть в прокуратуру. То бишь понимают, что все будет безнаказанно. Игорь Викторович. Также прошу принять меры и провести проверку в ПАО «Сургутнефтегаз». В частности, РИИЦ «Нефтприомье». Так как там происходит также полнейший беспредел. Прессинг со стороны директора Владимира Викторовича КНАУБа в мою сторону подорвал мое здоровье. Я уже 4 месяца нахожусь на больничной. Я только выхожу, они меня начинают прессовать. Я опять ухожу на больничной. Потому что у меня обостряются мои прежние заболевания. Появляются новые на нервной почве. Нарушение сна я вообще последние 7 месяцев, можно сказать, не сплю. Так как меня он лишает средств существования. И вот этот прессинг его и его приближенных людей отражается на моем здоровье. Иван Владимирович, хочу обратиться к вам с такой просьбой. У нас прокурор города Сургута Балин творит, можно сказать, беспредел. Администрация города плюс застройщик и, ну, еще может быть, много кто обращается к Балину за укрывательством преступных действий. Он, короче, не смотрит, не наблюдит законы, а наоборот покрывает преступность. Уже много лет, то уголовные дела он не возбуждал. А потом возбудил, возбудил, что вот снесли дом, и вещи, и гора снесли, все. И он возбудил, пока не обратились в УРФО. Ну, как будто бы у меня украли сотовый телефон. Он оценивает это преступление такое-то самое. Он, наверное, и нашей жизни так оценивает, что мы ничего не стоим. И над нами можно издеваться. И не только над нами. Много таких. Ну, с участием прокурора города у нас снесли дом незаконно по поддельному иску ненадлежащему. И в этом деле, когда мы находились в прокуратуре, Балин вместе со своим помощником удерживали нас. И удерживали, говорили, что Балин решает вопрос подключить нам коммуникации, которые за этого за день отключили. После того, как, видно, дом снесли, помощник сказал, что все, Балин зазвонился, вам подключает, все, коммуникации подключает, езжайте домой. На самом деле, нас удерживали в прокуратуре специально, вот Балин с его помощником. Вот. Пока дом снесут. То есть, пока вас удерживали, дом снесли? Да, дом снесли. Я считаю, что в этом преступлении, в этом преступлении он лично тоже принимал участие в этом преступлении. У нас проживало двое детей малолетних в нашем доме. Я как инвалид и дети, мы оказались на улице. Они вообще собрались на нас делать, дело заводить, чтобы у нас отняли детей. Потому что, как бы, мы проживали на строительной площадке, и нам нельзя было вообще, по идее, как они говорят, выходить из дома. Потому что мы подвергали детей опасности. Вот. И бывший прокурор, как там говорится, собирал у нас документы, чтобы лишить нас, родителей, материнства. У нас еще есть это в виде аудиозаписи, то, что застройщик нам конкретно угрожал, что у них на стройке работают приезжие потенциальные бандиты. И то, что с нами, с нашими детьми может случиться то, что хочешь. Так что, мол, он говорил, давайте отсюда убирайтесь. А потом, через какое-то время, возле стройки, задержали вооруженного с обрезом человека, который находил 6 патронов. И в 6 тысяч денег мы считаем, что этот бандит был направлен для разборки с нами, чтобы нас или выгнать, или чего еще можно сделать. Дети при этом дома были? Нет. Детей, когда были, начали угрозы, мы их с площадки убрали, чтобы не это самое. Мы сами целыми ночами не спали, а ходили вокруг дома, потому что и участковые все говорили, что вновь, как дом деревянный, вас могут просто-напросто жечь и все. Как обычно, как говорится, у нас в Сургуте, как обычно убирают такие дома ветхие, что подпаливают и никаких проблем. Сколько мы обращались в органы, все прошли, все следственные отделы, и все практически или полностью подчинены балену, или были люди, начальники, руководители отделов, которые говорили, что в Сургуте вы ничего не добьетесь, потому что мы, то есть они, все следователи и следственные отделы, находятся под контролем прокурора. И все они от него зависят. Игорь Викторович, просим еще вас принять на личный контроль, так как я написал уже 9 жалоб, сейчас будет еще написано на ваше имя 10 жалоба о беспределе, ну можно сказать, этого не на руку нечистого, как я считаю, прокурора. Безнаказанность в городе Сургуте процветает, и те люди, которые нарушают законы и совершают противоправные действия против закона, они ничего не боятся, потому что они знают, что все это спустится, как говорится, ну и все останется безнаказанным. И практика это показывает. Идет круговорот документации, пишется жалоба на Балина, и эта же жалоба впоследствии отправляется самому же Балину для ее рассмотрения. И составляются нелепые ответы, я не знаю, почему они недооценивают людей, считают их за недееспособных, я бы даже это так назвала, и просто смеются нам в наглую в глаза, просто. Задаю вопрос, тот, который я вначале задавал. У тебя, Олеся, сколько, какой высоты будет бумажная стопка, если все документы, жалобы сложить в одну стопку, и по высоте это сколько будет? Ну, моих уже документов, вот я позавчера разбирала папки, составила 5 больших папок по 700 листов. Примерно метр. Примерно метр. И это еще не все, это только распечатанные, но у меня же еще есть документы в электронном варианте. И они все типичные, ничего нового. Только не ставится в конце страницы смайлик. А у тебя сколько по высоте? Ну, у меня, если считать с этими дебилами и вонами уведомлениями, моими ответами там. Ну, она только начала. Сантиметров 20? Ну, да. А у вас? Ну, мне машина даст, по-моему, они даже в багажник не влезут. У меня на моем счету, я веду четкий учет, у меня есть таблица, у меня каждая бумажка была учтена, я уже забросил это дело. Я остановился на 9 тысячах страницах, но сейчас на данный момент подсчет, это выше третьего этажа у меня такая стопка. И то же самое связано с Балиным, Ермолаевым, Ботвинкиным и Мокшиным. Полное бездействие, полное бездействие, нарушение прав и свобод человека. Приезжала комиссия, мы сидели где приемная и дождались, когда выходили оттуда проверяющие и обратились к ним, чтобы нас приняли. Они взяли мой номер телефона, сказали, мы тебя перезвоним, но так и не перезвонили. Правда, мы ждали до самого вечера, но мы и не увидели, куда они выходили. Потом нам сказали, что они вышли через подвал, через задний ход. Это как может быть такое, что комиссия, вот, это было где-то в июне, что ли, комиссия. Как может быть, что комиссия боится людей и выходит через подвал, как крысы прачатся, вот, получается, от людей. Вот, и потом вот приезжал, Зайцев тоже приезжал, тоже туда людей, в принципе, не пускали. И обманывают, что нету проверки, никого нету, никто не приезжает. Или просто говорят, чтобы люди не обращались, что они все уехали в Ханты-Мансийск, что никого нету. Так что, извините, вот такие проверки, наверное, не знаю, что они там по ресторанам ходят, и у них называются такие проверки. А расскажите, пожалуйста, когда приехал Зайцев. Зайцев – это прокурор УРФО, это высшестоящий начальник Балина. Когда приехал Зайцев, им все же после восьмичасового ожидания удалось попасть на прием, да, к Зайцеву. И расскажите, как Балин бежал по коридору и говорил, что ничего не говорите. Было же такое? Ну да, обещал, что вот все наши проблемы, с которыми мы столько лет, это самое, не то, что по коридору, а потом мы попали на прием, и прямо туда, там сидела целая комната этот, или зал прокурора, и на всех, в присутствии всех Балин дал обещание, что обратиться с встречным иском в суд и решить нашу проблему. Ну, после того, как проверка у прокурора уехала, этот Сурфо, Балин сказал, как там, что вы сюда пришли, что вам надо? И с улыбкой, что у него все прошло, хорошо его не выгнали. Вот так. Вот так работают наши прокуроры города Сургута. Просим обратить на это особое внимание, потому что сил больше нет. Мы, жители города Сургута, нас много, нас не трое человек, а гораздо больше. Просим вас организовать выездную федеральную проверку в город Сургут, в прокуратуру, в Следственный комитет, в Следственный комитет ХМАО Югры, провести полноценную, всестороннюю, емкую проверку и дать соответствующую оценку действиям прокурора города Сургута Балину, Леониду Алексеевичу, Ермолаеву Владимиру Петровичу и Мокшину Виктору Михайловичу. Я предполагаю, что здесь, у нас в городе Сургуте, существует организованная преступная группировка, которая способствует сокрытию следов преступления, тормозит расследование уголовных дел и не дает дальнейшему ходу развития событий. И в связи с этим все люди, которые нарушают закон и совершают противоправные действия, они просто не несут наказание, а наказание несут люди, которые являются заявителями, фальсифицируются факты. В бумагах написано, в постановлениях вообще недопустимые вещи. Просто нет слов. Мы требуем, чтобы вы организовали федеральную проверку федерального уровня. На особый контроль и только на особый контроль проверка, всесторонняя проверка. Игорь Викторович, требуем навести порядок.